Здравствуйте! Компания Винтаж рада приветствовать вас на нашем канале, где вместе с вами мы изучаем декоративные краски и штукатурки. В этом видео мы рассмотрим с вами технику нанесения декоративного покрытия Asti Velour серебро. Материал может наноситься на любые поверхности, такие как металл, стекло, пластик, дерево, подготовленные соответствующим грунтом. Мы по своей практике используем грунт Otex от компании Tegurila. Что касается стен, то поверхность должна обработана быть шпаклевкой и загрунтована глубинным грунтом. Первым этапом будет нанесение фоновой краски Asti Primer Velour. Материал наносится в два слоя валиком с небольшим ворсом. Необходимо раскатывать материал таким образом, чтобы не оставлять следов от инструмента. Важно не допускать шагрени от валика, так как это шагрень может проявиться на последующих слоях. Чаще всего в работе мы используем мини-валики. Максимальное удобство в работе и возможность использовать его в труднодоступных местах, где объем минимален, а качество должно быть высоким. За трубами, батареями, в углах и примыканиях. Большие валики используем только тогда, когда необходимо закрыть большие объемы на ровных плоскостях. Колировка материала производится красителями Tintometrica при помощи медицинских шприцов и колируются оба материала. Праймер для цветовой поддержки и сам Asti Velour для придания поверхности нужного цвета. Мы заметили, что чем насыщеннее цвет, тем лучше работает эффект велюра, более ярко выраженные переходы и глубина рисунка. После полного высыхания праймера мы приступаем к нанесению финишной краски. В этом видео мы рассмотрим два варианта переноса материала на поверхность. Первая техника, классическая, когда материал переносится на стену при помощи кельма, разнонаправленными мазками закрывая всю плоскость. Кельму мастер выбирает сам по своему усмотрению и рисунку, который он хочет создать. В работе с этим материалом мы рекомендуем кельму велюр, у которой все углы закруглены, в том числе закруглены края кельма. Именно поэтому данная кельма не зарывается в материал, что позволяет получить настоящее удовольствие от работы, не отвлекаясь на нюансы. Площадь нанесения материала зависит от вашей скорости. Важно не допустить высыхание материала до придания рисунка. Рисунок придается той же кельмой велюр, которая после распределения материала по поверхности плотно прикладывается всей плоскостью и круговыми движениями создается рисунок. Желательно, чтобы движения кельма были хаотичны, рисуя круги и восьмерки. Следите за рисунком, который получается. Если вы видите, что где-то не хватает материала, то можно по-сырому добавить и продолжить нанесение материала. После того, когда материал немножечко подвялится, желательно вернуться назад и чуть-чуть пригладить его. Следующая техника скоростная, так как материал наносится на поверхность при помощи того же мини-валика. Мы в работе используем 100 миллиметров. Оптимальный размер для удобства нанесения и время подсыхания материала. Обращаем ваше внимание, что при такой технике нанесения важно соблюдать точный слой, который вы наносите. Сам материал густой и распределение его будет несколько сложнее, чем просто краска. Поэтому чуть больше движений и смелее заходите на уже сделанные участки. Ориентиром для вас будет шагрень, который остается от валика. После этого в ход вступает кельма-велюр, который необходимо придавать в нужный рисунок. Металлическая кельма лучше скользит, пластиковая оставляет тянущиеся следы. Поэтому после нанесения одного-двух метров квадрата вернитесь и пригладьте легкими движениями готовую поверхность. Это пригладит лишний материал и сделает рисунок более глубоким. Данный материал не боится стыков и остановить процесс вы можете в любую секунду. Материал ремонтопригоден и может отремонтироваться фрагментом. Астик-илюш серебром. Пожалуй, это лучший вид отделки. Как частного интерьера, так и коммерческой недвижимости. Благородный материал, создающий эффект уюта и комфорта в вашем доме. Этот материал, который прослужит очень долго и будет удивлять и радовать вас каждый день. Творческих вам успехов и красивых интерьеров! Субтитры создавал DimaTorzok